Еврейские мудрецы говорили о совершенных праведниках. Слыхали вы когда-нибудь про таких? Да. Совершенных праведников. И, в общем-то, те же мудрецы говорили, что даже совершенный праведник не может достигнуть высот, которых достигает кающийся грешник. Да. Итак, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Думаю, что на этом история совершенных праведников заканчивается. Нету человека, который делал добро и не грешил бы. Экклезиас 7 глава, 20 стих, 7-20. Итак, каким же образом мы получаем очищение? Левитам 17, 11. Левитам 17, 11. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Бог избрал такой способ очищения нашей души. Евреям 9, 22. Евреям 9, 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак, очень важный момент. Мудрецы достаточно давно понимали, и на сегодняшний день это точно так же справедливо, что без исповедания кровь не очищает. «Без исповедания кровь жертвы не очищает». «Основатель арвенистического иудаизма Иханан Бен Закай прекрасно понимал это. Основывая новую истинную религию, он сам перед смертью сильно плакал, хорошо понимая, что у него нет основания предстать перед своим Творцом, потому что к тому времени, когда он умирал, храма и жертвенника уже не было». Понятно с очищением? «Человек сам себя не может очистить». «Бог определил путь очищения, и без него невозможно достигнуть очищения». «Без Бога невозможно достигнуть очищения, человек сам себя не может очистить». «Теперь вернемся к вопросу святости». «Вопрос святости связан с вопросом отделения. И для нас написано, что святой, он должен что делать? Освечаться еще. То есть тот, кто отделил себя для Бога, он должен продолжать отделять себя еще. Единократного, одномоментного отделения на всю жизнь будет недостаточно. Надо отделить себя для Бога навсегда. И этот процесс постоянный или периодический? Постоянный. И зависит от кого? От меня. Отделить себя должен кто? Я. Если очистить себя я не могу, то отделить себя я. Разницу начинаем понимать? Процесс отделения я – это моя ответственность. Безусловно, понятно. Если не Дух Святой, если не Руаха Кодыш, я никогда себя не отделю. Я никогда не справлюсь с этой задачей, если не он. Но должен делать кто? А он мне в этом будет помогать. И если я этого не делаю, то он и помочь не может. Он не будет этого делать за меня. Это полностью моя ответственность, в которой он мне будет помогать. И поэтому вопрос отделения – это вопрос мой. Полностью мой. Когда я одеваю чистый белый костюм, я иду, я смотрю, чтобы не запачкаться. Я смотрю, чтобы к чему-то не прикоснуться. Я смотрю о том, чтобы сохранить себя. Кто смотрит? Я. Это моя задача. И если я запачкался, то я должен идти к кому? К тому, кто меня может очистить. Здесь точно такой же процесс нашего ежедневного хождения. Отделение – это моя часть. Отделение – это моя часть. Я должен хранить себя в чистоте, не скверненном от мира. Я должен смотреть за этим. И он мне в этом помогает. И когда я узнаю о том, что я запачкался, есть три способа, да, по крайней мере. Если я сам, кто-то мне скажет, или я получу откровение, то я должен бежать к тому, кто меня может очистить. Итак, здесь понятно? Есть теперь разница между очищением и освящением. Она достаточно простая. Достаточно просто, понятно, чья, где ответственность и в какой период времени. Моя постоянно в плане освящения, отделения себя – это моя постоянная ответственность. Моя ответственность, когда я узнал прийти к тому, кто может очистить. Это моя ответственность. Его ответственность, если я приду к нему и попрошу очистить. И написано, что он, будучи верен и праведен, он очистит. И Дух Святой, Роаха Кодыш, помогает мне на пути моего отделения. Аминь? Итак, и то, и другое, как мы видим, это не единомоментный «Опа! Я покаялся! Опа! Он меня очистил и осветил! Опа! Я пошел себе по жизни дальше!» Ничего подобного. Процесс всей жизни. Что приводит меня к покаянию? Что предшествует к покаянию? Чудесное событие. Мудрецы говорят, послушайте, никто не может достигнуть таких высот. Самый святой, самый праведный человек, он не может достигнуть тех высот, на которые поднимается кающийся грешник. Что приводит нас к этому? Осознание нашего греха и осознание суда. Осознание греха и осознание суда. Они приводят человека в состояние, когда он начинает нуждаться в примирении с Богом. И здесь очень важная идея наказания. Нужно понимать для себя, почему Бог наказывает или не наказывает грех. Может ли грех остаться ненаказанным? А если я покаялся? А если я покаялся? Бог меня будет наказывать? Наказание все равно остается. Грех должен быть наказан в любом случае. Ведь пока с определенных знаков там Ну, это был Синайский закон, а в Новом Завете по благодати. Грех должен быть наказан в любом случае. Какой грех прощается? И в чем же прощение, если наказание остается? Так Иешуа берет на себя наказание, тогда мы получаем прощение. Тогда грех не наказан. Почему? Ну Иешуа же взял на себя грех. Послушайте, меня же интересует не абстрактное наказание греха. Меня же не интересует абстрактное наказание греха. Меня же интересует наказание меня, совершившего этот грех. Все равно наказан. Мы же распинаем свою путь. Нет, если человек покажется, то мы сейчас здесь напоминаем, что он прощается полностью. Нет, грех, он все равно должен быть наказан. Меня интересует не абстрактный поступок, а меня интересует вот этот мужик. Меня не интересует грех там, все наказывает. Да на здоровье наказывайте всех. Всех вот там. Я буду наказан или нет? Я, я, я. Вот личность такая маленькая, я, вот этот мужик будет наказан или нет? Вот это же меня интересует. Меня же не интересует теоретическое изыскание по поводу вопроса греха. Сугубо практический вопрос. Послушай, меня накажут или нет? Каюсь, отрекаюсь, святым духом наполняюсь. Все? Так там вообще просто кого любит, того наказывают. А я же говорю, за конкретный грех. А кого любит, прощает грех, наказывают? Я же нормальные вопросы задаю. Хорошо, если мы соединим два других стиха описания, где Бушова говорит, кто любит меня, соблюдает заповедь. И так же, кого люблю, того наказывают. Как это совместить? Это я задал вопрос или вы задали вопрос? Я говорю, что все равно грех наказывается. Я понял вашу мысль. Всем она понравилась. Я не спрашивал, я наказываюсь? Да. Я, то есть, покаялся, все равно Бог накажет. Все равно есть наказание, но мера наказания уже другая. Вы знаете, очень хорошая история с мерой наказания. Мне она... Мер уже есть принцип. Есть такой. Все, о чем речь? Мне очень нравится. Молодые люди на сегодняшний день они... Что уже? Спасение это не теряем, когда наказывают. Нет. Молодые люди на сегодняшний день изобрели хорошую теорию. Они говорят, наказание за грех маленький и наказание за грех большое одинаковое? Да. Смерть. Смерть. Поэтому какая разница, как я согрешу? Ну, какая разница? Если то наказание смерть, и то наказание смерть. Не об этом сейчас говорим. Итак. Есть маленький грех и наказание за него смерть? Да. Есть большой грех, и наказание за него тоже смерть. Какая разница, каким я грехом совершу, если и так, и так умру? Кто делит грехи на большие и маленькие? О, есть специалисты. Я понимаю. Поверьте, есть специалисты, делят, делят и говорят, послушайте, главное только покаяться. Если покаюсь и сбегу наказания, Бог дарует жизнь. Ну, все равно все умирают. Это не верующие, говорят, это из другой опера. А можно вопрос, первое начать? наказание, разные люди понимают по-разному. А как молодые люди понимают? Я узнаю, что если я покажу, меня Бог простил. И он меня не накажет. Он бы денег не накажет. И вас не накажет. О! Молодец. Он меня простил. Простил. А что такое наказание? Наказание, это в принципе воспитание. Ну? Воспитать можно по-разному. Не, ну Бог-то знает, как воспитывать. Если написано, кого люблю, того наказываю. Я, слушайте, вы заметили, что я свою точку зрения вообще не высказал. Если он меня простил, я буду сознательно грешить, то он меня точно накажет. А если я не знала его и пришла к нему, попросила прощения за всё, то он меня простил, и я знаю, что он меня не накажет. Не знаю, правильно? Ну, думаю, что правильно. Я уверена в этом. так это другая тема и да еще меня интересует послушайте еще раз вот человек вот поступок который называется грех есть покаяние а есть наказание меня интересуют простые вещи банальные наказание оно относится не вот к этой части а меня интересует наказание которое придет на мою голову то есть не на голову греха не на голову поступка когда вы говорите грех то послушайте это поступок это поступок это слова что бог придет наказывать те слова которые прозвучали и он придет ко мне наказать меня куда он придет грех то он наказывает еще раз у меня в мысли в голове мысли мысли он будет наказывать мысли или меня если я не покаюсь кого будет наказывать меня меня все нормально спускаемся с абстрактного понятия и понимаем я совершил я совершил я буду наказан в мою конкретную земную жизнь придет наказание которое может продлиться вечно есть часть которая называется покаяние есть такая шуа покаяние и меня интересует вот шуа она упраздняет это так думают молодые люди есть такая идея но что говорят мудрецы они же умные они думали над этим грех и наказание рождается одновременно грех и наказание за него рождается одновременно грех и наказание всегда связаны между собой грех это действие которое влечет за собой наказание наказание существует только потому что существует грех грех и грех обладает еще таким противненьким свойством как турмат ахет не чистота от греха а скверняет нас опять мы пришли к понятию чистоты мы очень много будем говорить о понятии чистоты святости это вещи которые неразрывно связаны с законом израиля понятно да и понятие которые неразрывно связаны с богом израиль потому что вне его рассуждать чистоте просто не получится а гигиене можно а чистоте не получится чистота и святость это понятие пришедшие с неба так очевидно придется поговорить о немного теперь о законе сеяния и жатвы что посеял то и пожал и так что нам говорит писание псалом 715 вот нечестивый зачал неправду был чреват злобую родил ложь помним да грех и наказание за него рождаются одновременно здесь написано вот нечестивый зачал был чреват и родил процесс в общем то понятен да неким странным образом связан с родами да что говорится для нас верующих нового завета иакова 1 15 иакова 1 15 похоть зачав рождает грех а сделанный грех рождает чего смерть то есть это некий процесс духовных родов и те люди которые говорят о том что нету грехов больших и маленьких и наказание за любой грех смерть они абсолютно правы молодые люди и если они покаяться бог действительно их простит и они действительно не умрут здесь все правда выпущена одна мелкая деталь у каждого греха на этой земле есть последствия если они говорят с точки зрения вечности они абсолютно правы но они забыли что еще есть некоторый промежуток времени на этой земле которое нужно прожить и с этой точки зрения у каждого греха будут свои последствия и есть некий закон сения и жатвы не тот который из притчи в 30 60 во 100 крат а тот закон естественный закон который бог дал всему человечеству обещал что впредь во все дни земли сения и жатвы ходят и зноя лето и зима день и ночь не прекратится в этот в это обетование которую новых получил вошел закон сения и жатвы притчи 22 8 притчи 22 8 все еще неправду пожнет беду иов 4 глава 7 по 9 стих вспомни же погибал ли бы кто невинный и где праведные бывали искореняемые как я видал то оравшие нечестие и сеющие зло пожинают его оравшие нечестие и сеющие зло пожинают кого его оси 8 7 как они сеяли ветер оси 8 глава 7 стих как они сеяли ветер то пожнут бурю хлеба на корню не будет зерно не даст муки а если даст то чужие проглотят ее есть другой способ посева оси 10 глава 12 стих оси 10 глава 12 стих сети себе в правду пожнете милость распахивайте себе на вину и во время взыскать господа чтобы когда он придет дождем пролил на вас свою правду есть другой способ посева ну и очевидно в новом завете есть тоже принцип сения и жатвы посмотрим может быть он сильно отличается от ветхозаветного галатам 6 глава 7 8 стих не обманывайтесь бог поругаем не бывает что посеет человек то и пожнет ну то есть правильно породу семени деньги посеял деньги пожнешь правильно все еще вплоть свою пожнет от плоти тление а сеющий в дух пожнет жизнь вечную то есть с сением и жатвой тоже все сложилось и так вопрос остается достаточно серьезным для нас во всяком случае я не знаю как для кого что такое покаяние и каким образом оно влияет на наказание упраздняет ли мое покаяние наказание да только какое вечное 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 бог освобождает меня от вечного наказания за мой грех понятно мое покаяние не освобождает меня автоматически оба теперь все мне должны все я украл покаялся теперь меня в тюрьму не посадят я покаялся бог ты шо ты ж меня простил или шо такое упраздняет вечное наказание здесь вопрос о последствиях греха на этой земле бог не освобождает меня от ответственности перед людьми которыми я согрешил перед обществом он не освобождает меня от этих вещей я несу ответственность он освобождает меня перед ответственностью перед собой вечности и поэтому когда мы говорим что если я покаялся да он простил и наказание меня не постигнет вечное наказание не постигнет но наказание которое есть на этой земле может прийти в мою жизнь может чудом сверхъестественно мы знаем об этом Бог отменяет земные приговоры он может это сделать но он может этого и не сделать мы можем молиться мы можем просить и он может это сделать он может тронуть сердца людей расположить сердца судей может это произойти но может этого и не произойти мое покаяние перед Богом не освобождает меня от ответственности перед людьми ответственности перед обществом не упраздняются мое покаяние влияет только на то что будет происходить со мной в вечности покаяние не служит для изменение обстоятельств очень часто обстоятельства приводят нас к покаянию очень часто обстоятельства приводят нас к покаянию никто не понимает о чем я говорю мы понимаем что при определенных обстоятельствах очевидно что-то не в порядке с богом в отношениях не тоже с ним что-то не в порядке а в наших отношениях с ним что-то не в порядке это когда приходят какие-то обстоятельства как правило это не то что вот ну некуда деньги там девать уже просто не знаешь куда их складывать там есть это не тогда когда благословение сыпется на на за даже мы уже не знаем кому их раздать это как раз вот ну тогда когда не все так хотелось как хотелось бы и когда в моей жизни не все так как хотелось бы то я тогда начинаю размышлять они вот это не то случайно что я зачал и она немного подросло стало на ноги ко мне вернулась процесс понятно когда мы начинаем ребенка потом он рождается потом он растет а потом он ходит и уже потом ходит куда хочет так это и вот не то что вот я когда-то зачал она вот родилась теперь стало на ноги подросло и ко мне пришло это не плод ли моих вещей и тогда я начинаю об этом крепко размышлять и когда я над этим крепко поразмыслил и понял что это она что это то что я смастерил для себя она подросло и пришло как только смогло ходить своими ногами значит мне тогда надо быстро бежать кому быстро бежим и быстро ему рим каюсь каюсь отрекаясь святым духом наполняюсь обстоятельства быстро переменились глядь они не поменялись недостаточно покаялся так каемся второй раз попытка номер два каюсь каюсь отрекаясь святым духом наполняюсь вот это вот это вот это боже больше делать не буду смотрим еще раз собаки опять не поменялись что еще вот это это надо было оставить а ты об этом но хорошо ладно больше я не буду смотреть телевизор читать разные неправильные журналы тоже не буду все прости больше не буду никогда опять смотрим опять не поменялись что и вот это надо оставить и это и вот это и вот это тоже ты так вот серьезно за меня взялся да ладно и этого больше делать не буду вы не смотрите о искренности вашего покаяния по изменению обстоятельств только я один такой я просто интересуюсь еще раз мы не смотрим на обстоятельства поменялись они или нет если обстоятельства привели меня к покаянию или к мысли о покаянии я понимаю что то что в моей жизни начало происходить каким то образом связано с моим поведением то когда я каюсь я не смотрю изменились обстоятельства или нет смотрим и мы считаем что искренность наших покаяний должна найти свое отражение в изменившихся обстоятельствах если обстоятельства не изменились то я на самом деле недостаточно искренне покаяние покаяние не служит для изменения обстоятельств для чего служит для чего служит для чего служит для изменения самого себя неправильный ответ для восстановления взаимоотношений с богом и грех разрушает взаимоотношения покаяние служит для восстановления понятно да есть некоторая разница с тем что мы делаем вернемся к первому греху там все просто он был первый можно сказать так эксперимент в чистом виде первое источник грех которым согрешил адам привел к тому что отношение его с богом разрушились и послушайте когда мы говорим о потере взаимоотношений с близкими людьми нас интересует каким образом мы можем восстановить эти взаимоотношения представьте себе вы приходите домой и вам говорят послушайте вы больше не можете увидеть своего сына свою дочь свою маму своему мужа свою жену или так дальше кто вас вы спрашиваете почему почему я не могу их увидеть почему я не могу с ними поговорить что я могу сделать для того чтобы увидеться с ними что я должен сделать чтобы я мог поговорить с ними увидеть их восстановить вот эти отношения которые внезапно каким-то образом были разрушены это естественно для нас но что происходит когда приходит грех разрушаются взаимоотношения и нам не хочется нести ответственность мы не всегда думаем над восстановлением взаимоотношений абсолютно нормально когда я прихожу домой мои дети бегут ко мне со мной здороваться это нормально и я точно знаю что происходит в их душе когда они не бегут ко мне очень странная ситуация когда папа мне говорю послушай не делай этого как это ни странно я это делал и потом я понимал что я наверное это зря вот это вот слов кто-то зачем он уже сказал не делай кто мне потянул это сделать и вечно же кто-то тянет и думаю ну надо наверное срочно навести порядок именно в комнате именно вот сделать уроки именно вот чувствую пора лечь спать пока он не пришел так как то усталость какая-то в членах появилась вот надо вот лечь быстро и закрыть глаза чтобы он именно вот видел что я сплю уже все все то же самое да одна плоть человеку у всех то же самое и вот странно он когда приходил и именно вот вот спросил вы как там типа уроки как ты хорошо убрал а он именно вот спроси да а ты чисто случайно вот это вот не делал взял все испортил обратил бы внимание на то как порядочек навел там все но почему-то хорошим именно вот это тут именно этот вопрос он как раз и задал да и не видит какой я уставший что мы делали мы пытались своими делами и мы пытались уйти от этого неприятного разговора это не так это не так мы что бежали и говорили папочка папочка прости нас мы вот сделали как раз то что ты сказал не делать я хорошо помню я поломал какую-то игрушку которую мне сказали не разбирать я пришел и говорю вот тут она вот это вот поломалась вот именно она взял и поломалась ну он меня и спрашивает а как она поломалась я говорю само он говорит самой починится откуда то они знали наши родители да откуда то они все это знали сами делали так правильно сами такие были и нас такими сделали сами виноваты естественное желание переложить свою ответственность на кого-то шуарит жена которую ты кстати внимание на слове ты дал мне если бы ты собственно сам ты не дал бы мне ее всего бы этого могло и не произойти но поскольку ты вот ты дал мне ее заметь ты я же ее сам не брал ты именно мне дал навязал можно сказать то собственно говоря вот это все и получилось сам знаешь теперь с кого спрашивать можешь с нее можешь с себя но не с меня ну она говорит собственно говоря Еве шо ты собственно говоря но она же не могла сказать что ты она сказала ну змей а я тут не при делах вообще вот змей да вот этот коварный он да он таки да а я шо я я только послушал это природа греха разрушение взаимоотношений и перекладывание собственной ответственности на кого-то другого понятно с чем мы сталкиваемся грех это то что разрушает взаимоотношения то что делает их невозможными и покаяние это инструмент который служит для восстановления взаимоотношений который как раз и отвечает на вопрос что я могу сделать чтобы эти взаимоотношения восстановить и чем больше мы не восстанавливаем взаимоотношения тем больше мы их на самом деле не хотим когда мы узнаем о том что мы запачкались когда мы узнаем о том что с нами что-то не в порядке и миримся с таким состоянием на самом деле это показывает нам прежде всего насколько мы хотим взаимоотношений с Творцом если мы говорим о том что мы хотим взаимоотношений с Творцом тогда мы не миримся со своим состоянием а тут же каемся если мы не каемся а ждем когда определенные обстоятельства приходят в нашу жизнь тогда наше покаяние будет сопряжено с изменением обстоятельств мы каемся для изменения обстоятельств а не для восстановления взаимоотношений Если нам дороги действительно взаимоотношения, то мы будем искать в нашем покаянии восстановление взаимоотношений. Понятно? Разницу уловили? Это важный момент, который нужен нам до сегодняшнего дня. И остается справедливым для нас до сегодняшнего дня. Это не касается наказания, это касается отношений. Покаяние не затрагивает аспект освобождения от наказаний, изменения обстоятельств. Оно затрагивает аспект восстановления взаимоотношений. Оно служит для восстановления нашей чистоты, потому что нечистота, она препятствует взаимоотношению со святым Богом. Здесь все понятно? Все понятно? Хорошо. В следующей части мы будем...